Всем привет друзья, с вами Варочек. 4 числа в World of Tanks выйдет патч 1.10. Грандиозный патч, который максимально приблизился к празднику десятилетия World of Tanks. Он буквально вплотную с ним рядышком, поэтому он такой крупный, грандиозный и великолепный. Я уже делал видео, что будет в этом патче, но картошка еще за вторую и третью итерацию теста этого патча добавила еще кучу нововведений. Поэтому в этом видео мы уже четко разберемся, что нас ждет и действительно ли он такой большой и грандиозный. Что мы получим на выхлопе, потому что писанины много, информации много, но по сути на самом деле патч микроскопический по ощущениям для игрока. Почему? Давайте разбираться. Единственное нормальное изменение, которое вы почувствуете и увидите, это то, которое я не могу найти ни в одном патчноуте. Почему-то нету больше надписей про то, что будут правки с картами. Либо я слепой, либо куда-то они их там засунули. В следующем патче должны пофиксить карты Утес и Руинберг. Также добавят еще новую карту Жемчужная река. По сути это самые большие изменения, которые вы почувствуете. Пофиксят две оконченные карты, но еще большое количество карт останется в плохом состоянии. Также карта Жемчужная река вряд ли добавит чего-то хорошего и интересного, потому что эта карта состоит из трех коридорных затычек. На каждой из позиций есть просто такие вот камни, в которые вы можете упереться лицом и просто весь бой стоять. Если вы вылезете из-за камня, напротив вас будут стоять ПТ, которые будут обсыкать вам лицо. Эта карта по сути немножко геймплейно напоминает Харьков. Там тоже такие дырки, в начале каждой такой дыры есть островок укрытия, в который ты втыкаешься лицом, стоишь и не можешь никуда вылезти, потому что там впереди в кусту ПТ, или такой же чувак как и ты за укрытием стоит и танкует бортиком. Все. Это весь геймплей, который можно увидеть на карте Жемчужная река, за исключением того, что посередине на холмике сделали какую-то большую полочку с кучей дырок во все стороны. На первый взгляд карта максимальная геймплейно убогое говно, такое же как и Харьков. Все остальные изменения вообще в принципе ни о чем. Давайте же взглянем на них. Медальки для тех у кого много боев. Грандиозное изменение. Апнут всратые старые танки, теперь они будут не конченые, а нормальные. Апнут ветку ИС-4, теперь он будет бронированнее чем был. Пушка у него будет более стабилизированная и играбельная. Т110Е5 сделают великолепнейшую пушку, но броня у него как была говно, так и останется. По сути Т110Е5 это будет как ФВ-215Б, который мне очень сильно нравился, но Т110Е5 это будет то же самое, только чуть более удобное, потому что башня не находится на жопе, а находится там, где у нормальных танчиков. Что касаемо Е100, опять же сделают более комфортное орудие и броню во лбу башни тоже сделают получше. Это конечно хорошо, что слабенькие танки подтянули, меньше дисбаланса всегда хорошо. Также пару имбовых танков чуть-чуть поднерфили, 430У, чуть-чуть лючки поднерфили и чуть-чуть стабилизацию поднерфили. В принципе он какой был, плюс-минус такой же и остался. В целом баланса в игре станет чуть больше, но в игре еще огромное количество танков, которые очень слабые и есть танки, которые очень сильные. Ребалансов нужно провести еще минимум штук 10. Что касаемо прокачиваемых итальянцев, особенно десятку, ее реально понерфили в говнище. Танк вообще не заряжается, каждый снаряд на вес золота. Пушка стала гораздо кривее и конченней. Комфортность танка потеряна, и он уже не сможет бесплатно накидывать кучи урона и быть таким гибким, простым и удобным. Теперь это всратое кривое говно, которое долго заряжается, но имеет рандомную сильную местами броню. В целом танк не полное говнище. Он теперь просто обычный, но неприятный. Он был классный и приятный, стал обычным неприятным. На таком играть не захочет никто. Если картошка продолжит заниматься балансом танков, это в принципе хорошо. Но нужно проделать еще огромное количество работы, потому что это просто первый шаг на пути к балансу. Да и то не особо идеальный. Что касаемо премиумных танков, их никто нерфить не будет. А наоборот. Большое количество премтанков апнули. Премиумный прожетто. Третьего уровня Т29. Четвертый уровня А43. Четвертый уровень Т28ЭСФ30. Третий уровень Су-76И. Четвертый уровень АЦ-1 Сентинел. И третьего уровня Секстан-1. Все эти премиумные танки апнут в следующем патче. У них забирают у всех возможность установить досылатель, но скорострельность апают таким образом, как будто бы у них досылатель там вшит с рождения. Но с другой стороны, если на этом танке у вас стоял боновый, либо розовый досылатель, то это нерф, поскольку цифры апнуты таким образом, как будто бы вам вшили обычный досылатель, а не козырный. Поэтому с рождения вам вшили какой-то дешевый досылатель, никто вас с детства баловать не стал. И по сути это нерф, если вы играли на боновом оборудовании на этих танках, поскольку вы никак не сможете докрутить до такой скорострельности, как было. Но если вас устраивает такая скорострельность и место оборудования досылатель, вы поставите другое оборудование, то это ап остальных характеристик танка, которые будут апнуты другим оборудованием, которое вы сюда поставите. И за те 2%, которые дают в улучшенном досылателе, вы апните остальные параметры с нового оборудования. А там можно и точность подкрутить, и стабилизацию, и что угодно, чего вам не хватает. Таким образом, за эти 2% мы получим, что нам в душе угодно, из нового оборудования. В целом, на мой взгляд, это хорошо. Но зачем у всех этих маленьких премтанков забирать досылатель и апать им скорострельность, непонятно. Понятно, почему с прожета такое делают, потому что поплакали. А зачем еще за прожета потянули 6 премтанков 4 и 3 левела, я не понимаю. Чтобы на эти премтанки за серебро купили новое оборудование и больше потратили серебра, больше я не могу придумать причины. В целом, вся эта движуха с досылателями мне непонятно. Неужели нельзя было просто взять и прокачиваемые восьмерки, девятки и десятки просто понерфить скорострельность. И все. Хочешь став досылатель, хочешь став что-то другое. Но картошка, как обычно, решила извернуться максимально. Я в целом не жалею, что картошка сделала именно так. Поскольку я на прожета 10 левела уже наигрался, и он просто валяется в ангаре, мне все равно. Это вся суть картошки за 10 лет. Гонять людей с одного танка на другой. Сейчас она загонит людей на другой танк, вы на нем наиграетесь, она его потом понерфит в говно, и вы пойдете играть на другом. И так картошка делает 10 лет. Поэтому я уже привык, и моя нервная система даже не реагирует на, казалось бы, такие вещи, от которых у меня должна гореть жопа. Но жопе все равно. Она это испытывает уже 10 лет. Ей похер. Также следующее великолепное добавление, это новая ветка польских средних танков. На острие этой ветки, прям в самом конце, на десяточке, у нас будет танчик, на котором мы будем кнопку нажимать. В одном режиме мы будем ехать быстрее, а в другом лучше стрелять, но медленнее ехать. Честно говоря, я так посмотрел на танк, он мне не особо нравится так на первый взгляд. Пушечка кривоватая, УВНов не хватает, танк ватный. Ничего, в принципе, интересного в нем я для себя не вижу. Ну, новая ветка и новая ветка, я ее выкачу и пусть валяется это ведро. Все равно в картохе нечем заниматься, пусть будет новая ветка. Вообще насрать. Это не то изменение, которое я жду на 10 лет, чтобы игра стала лучше. Это просто очередная пачка контента, лишь бы было. Очередная ветка для того, чтобы добавить примтанк 8 уровня, имбовый, сильный, нагибающий. Очередной раз куплю примтанчик, постримлю вам, сделаю контентик, 3 отметочки, класс, офигенно. Хоть чем-то будет заняться в картохе. На саму ветку, честно, насрать. А на шо есть, шо нету, уже изначально это очевидно. Ах да, новое оборудование 2.0. Честно говоря, я бы назвал это оборудование не 2.0. Если сейчас оборудование можно назвать 1.0, то вот это оборудование, которое картошка высрала, я бы назвал 1.1. То есть 1.1. До оборудования 2.0 еще очень далеко. Там, конечно, есть какие-то интересные решения, но их очень мало, это не сильно интересно. Это лучше, чем было, потому что почти ничего не было. Просто добавят пару новых оборудований, и пару оборудований апнут, и пару оборудований соединят в одно. Это все нововведения в новом оборудовании. Также еще у каждого танчика, кроме низколевельных, будет один слот под оборудование с бонусом, если вы выберете правильную категорию. И здесь самая большая обосрака от картохи, как обычно. Если картошка не обосрется 200 раз за один патч, это будет не картошка. Арта, слот с категорией на оборудование огневая мощь. Все артогниды, недоразвитые, которые не могут поставить себе улучшенное оборудование-досылатель, получат ап в виде слота огневая мощь. Потому что все эти артогниды, которые ставят фиолетовые досылатели или розовые, они уже апнутые. Картошка решила еще и апнуть тех, кто не в состоянии даже это оборудование поставить. Таким образом, на какой-то процент арта будет лучше наносить урон. Больше, чаще, сильнее. На какой процент, я точно не знаю. Мы это почувствуем на своих пердаках, когда выйдет этот вонючий патч 1.10. Но точно арта будет сильнее, чем была. Точно не хуже. Точно будет сильнее. Вы понимаете, что сейчас арта токсичная, дерьмище, и вливает столько урона, что просто пипец. Если ты там артоводик смотришь этот видосик, сразу свои ручки в узелочек завяжи и пиздуй отсюда. Даже не пиши никакой комментарий про то, что арта там опять плачут, чеши. В общем, это пипец. Также еще забыл сказать, что понерфят токсичных колесников. Теперь они чуть медленнее будут ездить, чуть хуже будут попадать. И когда им будут сбивать колесики, они будут сильнее терять скорость. Это все, что вам нужно знать, что колесники теперь будут лопаться чаще. И бесполезных дебилоидов на колесниках, лопнутых на первой минуте боя, будет больше. Но если вы не попадете в колесника и не позбиваете ему колесики, он в принципе как носился, так и будет носиться, как и раньше. Но чуть менее динамично, чем до этого. Я до сих пор не понимаю, нахрена они нужны в игре. Можно было бы уже их выводить. Я думаю, детишки на них уже накатались. Также еще изменят механику получения бон на 10 уровне. Теперь вы сможете на каждой десятке за неделю фармить 100 бонов. А за медальки больше боны давать не будут. Картошка продолжает. Из танкистов делать еще больше в терпил и тупо работях. На работе поработал, приди, после работы еще в картошке поработай. Понажимай в бой. И за нажимание в бой и попадание в топ там 10, топ 3, топ 7, будешь получать бончики свои. Накатаешь определенное количество боев, получишь свои 100 бонов за недельку. Молодец. В итоге, если сейчас на аукционе на ГК за 50 тысяч уходят танки, то я думаю, через годик там все 100 тысяч будут. Работяги накопят столько бонов, что просто наработают прям. Будет такая вот себе механика переливания бонов. Сначала ты в рандоме работаешь в нажимании в бой. За это получаешь боны. Они там тебе по чуть-чуть капают. Ты выкачиваешь все десятки на планете. Для того, чтобы за неделю на всех десятках протыкать в бой. Получить как можно больше бон в неделю. И потом на аукциончике будешь ставить по 100 тысяч, чтобы получить танк с ГК. На котором нельзя участвовать в ранговых боях. Ну и напоследок, положительные изменения в игре. Коммуникации в бою будут улучшены. Теперь по карте можно будет на основные точки выставлять, сколько там человек куда поедет. Как-то взаимодействовать друг с другом. Там значочки всякие появятся. Вообще бомба. Теперь я с этими киборгами и кубаноидами буду коммуницировать в бою. Мне кажется, я 10 лет этого ждал. Подведем итоги, что мы заметим в патче 1.10. Немного улучшится баланс карты танков. Добавят новое оборудование. И нам придется на некоторых танках тратить серебро, чтобы поставить его. В принципе, я больше ничего в игре нового особо не замечу. Но новые премтанки добавят, я вам их постримлю. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.